очень много видеоанкет перелопатила по нашему региону по соседним регионам звонила что-то узнавала но я очень хорошо помню когда я увидела видеоанкету алина с вашим фондом снят у меня в груди потеплело что-то кликнула я поняла что это мой ребенок который должен быть со мной мне было такое ощущение что мой ребенок учреждение находится непонятно почему но первым делом что я посмотрела общую информацию статус был ограничение сразу позвонила регионального оператору мне сказали ну там уже месяца 4 прошло еще немножко поменяется и благополучно вы ребенка заберете но не менялся время шло и потом еще раз я увидела анкету алина опубликованную другим фондом для разместили только фотографию и и я поняла что тоже там много просмотров сейчас ребенка увидят кто-то поедет возьмет и этого категорически не хотела чтобы алина в другую семью ехала прям чуть ли не на следующий день я уже была на пороге регионального оператора псковского два направления и 29 декабря 22 года мы познакомились почему точно знаю потому что направление на память сохранила она у меня лежит мы познакомились 29 числа встретились где-то полдня даже гуляли по пскову так просто по улицам ходили разговаривали и на следующий день я пришла к алине с утра снова мы тоже пообщались как бы продолжили наше общение вот это уже было 30 декабря и в этот же день ближе к вечеру я уехала домой оставим поле нового в размышлениях поехать первое знакомство произошло заочно приемная мама она приедет какого-то числа так подготавливается и мне показали видео ролик рассказывает про своих детей получилось чтобы обе видели ролики что вы по видео знакомились обе друг с другом ну так вот сначала увидели видео а потом живу очень интересно получилось не очень справедливо я на алинину анкету урок 250 посмотрела я всегда как-то в такие моменты подхожу я очень ответственно что вот приезжай я никогда не была таких ситуациях но вот мы встретились познакомились раньше говорили была девочка зима была холодная алина мне показала да вот она в столовой у кого куда можно зайти ну конечно с опасениями выходишь во-первых нужно чтобы и ребенок увидел потому что я пойду завтра близ не знаком с человеком практически советую древним родителям да как бы вы не были привязаны за очень например такое очень редко только в нашем личные границы ребенка может или чувствуешь его уже своим ребенком но все равно какие-то личные что я то ли мы уже не знаю кем сердце полюбила я для нее вообще чужая и вообще хочу сказать что правильный вопрос подняли как не оттолкнуть ребенка потому что рассказать я мою личную статистику скажу за все время вот приемства я знакомилась в общей сложности с 14 подростками и в итоге вот у нее принято меньше третий потому что подростки кто-то пугается у кого-то есть какие-то предрассудки на башь там личная взаимосвязь не складывается причины могут быть совершенно разные это очень актуально это же подросток это не малыш который хватил и и побежал ничего не понимает иногда трудное решение на история наверно мы еще об этом попозже поговорим два года и очень странно когда ты уже дома тяжело было самое сложное это вклиниваться в эту систему то есть есть другие дети взрослых век нужно как-то и соответствующему то и обязанности у тебя появляются по дому или вообще там такие да тоже нужно встречать когда входишь в комнату да были трудности и я хочу сказать что я где-то только на через полгода после того как Алина приехала я вот почему-то только через это время осознала насколько ей тяжело для меня как-то вот не особо доходило что значит в таком возрасте 15 лет уехать а уехал из любимого города Алина только когда уехала из Пскова поняла насколько она его любит она стала скучать не хватало Пскова потом друг я родственники все-таки полный комплект родственников да мама с папой да полный комплект подруга главное Алина тоже вот ну вообще вот из контекста примерно привычного ребенка забрали перенесли сюда а тут нужно еще корни пускать а еще зима такой депрессивный период вот тяжело я до конца к сожалению этого не понимала только потом до меня дошло насколько это тяжело первый опыт когда ребенок к нам приехал вот так скажем издалека до этого все кто к нам приходил это были дети из Смоленского региона так или иначе либо где-то рядом со Смоленском либо в области какие были трения что касается обязанностей но не то что Алина себя как-то проявляла иногда на какие-то альтернативные варианты там предлагала давайте вот мы будем не так устраивать уборку а вот так там были у нас иногда там конфликты я тоже мудростью набираюсь могу сказать что за это время я научилась менее драматично какие-то ситуации думаю родители мы воспитываем детей дети воспитывают нас безусловно я тоже где-то на собой раз но давай каких нибудь 3 или 5 твоих личных изменений таких которые тебе нравятся ну сколько нибудь там 23 ну во-первых у меня любящая семья это хорошо когда ты знаешь в любом случае что тебя любят то есть здорово в других местах там в центрах да ты этого не замечаешь как-то не ощущаешь братья мне тоже очень кстати повезло я тоже чувствую что они меня любят и я люблю их всех в ответ во-вторых я выросла эмоционально очень за два года хочется маме сказать спасибо потому что правда меня постоянно могут учат и до сих пор я сама развивались и очень здорово и в третьих я более и я сидела как маленький комок маленький пушистый комок я могу заговорить первым человеком спросите у него дорогу чего я не могла раньше сделать это раньше сложно было сделать да вот подойти и что-то спросить и я всегда говорила года два назад год назад я не трогайте меня все сейчас в колледже я учусь юридическую у нас есть много ли мы можем применить всячески поощряется в колледже мне очень повезло то есть директор и преподаватели стараются давать нам очень много мы ходили и нам приходят и что ну юрист скажем ходили к нам спешную да спешную рассказывать как они к этому пришли у них там есть бизнес-проекты на юристы адвокаты мы ходим депутат у нас даже интересная интересно очень у нас там да мне очень нравится чтобы студенты видели историю успех или что мне нравится иногда Алина прям в двухдневной жизни что-то такое да применяет и уже видит как можно как какие-то стартапы люди создают что нет ничего невозможного главное желание я считаю единственная из 50 человек две группы на потоке второго курса и когда тем кто хочет стать я тяну уже и на первом курсе так же была на втором я единственная моя рука говорю я хочу быть следователем вот недавно на мероприятие как бы там тоже про бизнес там на работу и так же я поднимаю руку и мне говорят Алина ты хочешь пройти собеседование я говорю да хочу здорово как бы я одна прохожу все всем нравится что это вот романтика что это вот все романтиировано очень на самом деле если вот честно говорить то есть со мной родители да родные родители плохо ко мне относились и поэтому наверное у меня сложился еще тогда в голове такой сигнал что чтобы вот такого именно не происходило я пойду туда и буду это все налаживать да и получается да я потом начала смотреть меня всегда нравились такие вот фильмы сериалы как след и все такое детективное а потом я начала да читать книги очень много криминалисты она как раз в восьмом классе училась она как раз об этом говорит что я хочу быть как раз и это у меня тоже так обратило внимание я же тоже юрист я сразу понимаю так это же значит ребенку нужно юридическое образование это не подходит наш человек да наш хорошо у меня колледж вуз аспирантура все по юриспруденции и стажировки в европейский вуз все по юриспруденции у меня еще есть практика ну что то Алина мне помогает делать да но сейчас меньше одновремя и иски составляла чтобы под моим контролем какие-то документы да пробовые то есть что то да причем она легкая рука составила по низковое заявление по защите прав потребителей мы выиграли и мало того все благополучно потом взыскали в суды да 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 то есть практически я Алину приобщаю но так чтобы ей что то дополнительно получить у меня иногда возникает желание с удовольствием что-то рассказала по ТКП по семейному праву наверное нет не колледжа понятно я сейчас научусь ну например есть то в чем Алина меня превосходит у нее удивительное качество находить друзей я так не умею вызывать симпатии рассказать к себе я однозначно так не умею я даже я бы сказала но сейчас я не завидую была подростком я бы точно завидовала такой сильной зависть Алина прекрасна действительно с братьями ладят тоже прекрасное качество вообще людей к себе располагать может я не знаю вообще редко кто бы пообщавшись с Алиной не сказал что какая-то умная там неординарная девочка она никогда не навязывается она дает общение столько сколько необходимо такого никогда не будет что вот Алина тут сидит тебе на уши села и отнимает твое время она у нее есть чувство меры в этом смысле это тоже очень такое качество мне порой не хватает ну это очень хорошее качество на самом деле я тоже подпишу конечно я учусь терпимости смирению уступать там уступить да находить общие точки соприкосновения есть подруга тёста с первого класса вот уже да она приезжала приезжает уже два года к нам в гости летом да мы там вот под семьями даже дружим благодаря девочкам мы подружили с семьями мне вот семья нравится тоже мы к нему Алина к ним в гости ездила там они тоже приезжали как и детям так и приемным родителям я бы посоветовала относиться друг другу терпимее то есть и понимать что если у вас какие-то конфликты это пройдет и все снова будет хорошо и как-то и уступать друг другу да обсуждать не молчать разговаривать вот темы конфликтов не молчать не закрываться а как-то 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 скажите спасибо да это хорошо очень совет потому что еще ты говорила что мне лучше помолчать а теперь и сама разговариваешь и другие что все нужно обсуждать все решаемо и чем подробнее здорово мои непонятные говорят о своих эмоциях очень полезно ты можешь мне говорить обо всем ты можешь на меня злиться ты можешь говорить негативные вещи главное в приемлемой форме ну и слава богу мы можем мы можем разговаривать на совершенно разные темы кому что не нравится как мы можем что-то поправить ситуацию регулировать это это здорово сейчас наше общение нам приносит намного больше удовольствия чем поначалу что сначала действительно было иногда сложновато но мы работали над нашими отношениями алина я называю эмоциональный вундеркинд сделала большой так с теми я думала это в семнадцатый лет чего там успеем учиться развиться алина еще в семнадцатый план труд труд приемные мамы что должна делать мама в семье было хорошо всем комфортно это от мамы в большей степени зависит безусловно вот ты бы вообще в будущем рассматривал такой момент чтобы принять ребенка в семью глядя на то как это вообще непросто просто ну мне было будет слишком тяжело наверное если бы я брала приемного ребенка наверное маленького потому что вдруг было бы тяжело я думаю Ольга и Алина я вас хочу очень поблагодарить сказать вам спасибо если есть еще какие-то напутствия может быть вы можете их сказать или какие-то пожелания может что-то что-то осталось недосказанным можем как раз в конце сказать есть что сказать пригласили в эфир очень интересно было поучаствовать интересный опыт рада что дочка пригласилась тоже что-то интересное узнала новенькое хочу пожелать успехов вашему фонду всевозможной государственной грантовой поддержки и по направлению видеоанкеты обязательно по тем замечательным программам поддержки приемных семей это все замечательно это все очень ценно долгие лета долгие лета долгие лета вашему фонду успехов благодаря вашему фонду мы нашли друг друга спасибо огромное мне тоже очень приятно и мне кажется что это хороший повод был и познакомиться и может быть в будущем через какое-то время встретиться снова до свидания спасибо еще раз до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания и